Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С этого дня начал работу телефон прямой линии губернатора Алтайского края. Вся Россия в одном месте. В Москве открылась международная выставка «Форум Россия», чем гостей удивлял Алтай. По последней информации, два человека погибли в результате страшного ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск, где произошло столкновение газелей маршрутного такси. По сведениям госавтоинспекции Новосибирской области, водитель газели выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, которая двигалась из Заринска в сторону Новосибирска. В тот момент в салоне находилось 17 человек. От мощного удара автомобиль слетел с трассы. В результате лобового столкновения один из пассажиров маршрутного такси скончался на месте. Водитель газели скончался в медицинском учреждении, сообщили в ГИБДД Новосибирска. Всего в ДТП пострадало 14 человек. Семеро из них госпитализированы. Правоохранители проводят доследственную проверку о ненадлежащем оказании услуг. В Барнауле 8 человек госпитализировались с острой инфекцией после визита в кофейню. Пострадавшим сейчас оказывают помощь, а работа заведения временно приостановлена. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все заболевшие посещали кофейню «Ель» и связывают свои симптомы именно с потреблением пищи в данном заведении. Заведение закрыто для приема посетителей на 5 суток до рассмотрения дела в суде. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторные исследования продукции в заведении. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора. И к другой теме. В Барнауле продолжают ликвидировать последствия мощнейшего урагана. Пострадали более 300 объектов. Повалено более 160 деревьев. 17 рекламных щитов. Повреждены как минимум 33 автомобиля. Среди жителей города есть пострадавшие. Одна женщина погибла. В следующем сюжете мы собрали яркие кадры, которые говорят сами за себя, насколько мощной и беспощадной может быть стихия. Вот так крыша улетела, сознание вот этого. Все линии порванные. Атомная война прошла. Вся крыша целиком улетела. Это в натуре апокалипсис. Это все напоминает судный день. Шутят в соцсетях. Улица Партизанская 169. Со здания упала крыша. Машины в смятку. Улица Молодежная. Ветер повалил деревья. В городах и районах Алтайского края второй день посчитывают убытки от ураганного ветра, который накануне прошелся по региону. К сожалению, не обошлось без жертв. В Барнаульском поселке Центральный погибла женщина, которая пыталась удержать крышу дома. Серьезные травмы получили два жителя города. От удара рекламным щитом и оторванной частью спецавтомобиля. Второй день рождения могут отмечать люди, которые находились в этом автобусе в Бийске. Через автобус насквозь прошло дерево. В Заринске деревья чуть не убили случайного прохожего. Вовремя забежал домой и этот парень из Барнаула. Стихия не прошла стороной объекта торговли. Так в день урагана выглядел китайский рынок. Не пощадил ураган и кладбище. Такими кадрами делятся жители Боровихи. Вот так вот сегодня наваляло на кладбище. И снова Бийск. Ветер разнес мусор за пределы города. Из-за стихии многие жители до сих пор испытывают проблемы с электричеством. В день ИКС его лишились 205 населенных пунктов. 10 из них на утро сегодняшнего дня остаются отрезанными от электроэнергии. В Алтайском крае под отключение электроэнергии попадало 205 населенных пунктов в 26 муниципальных образованиях. Восстановлено электроснабжение в 195 населенных пунктах. По данным Рассети Сибирь, на 7 утра оставались отключенными от электроэнергии 10 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Под отключением находится 680 жилых домов. В ближайшее время планируется закончить аварийные работы и восстановить подачу электроэнергии. Сегодня в Барнауле на оперативном совещании подвели итоги урагана. В городе больше 300 происшествий. Повалено как минимум 162 дерева, 17 рекламных щитов. Повреждено 33 автомобиля. Были зафиксированы повреждения фасадных частей зданий. 6 случаев устранено, 1, 5 на контроле. Повреждение кровли 67 случаев устранено, 24 на контроле остается, 43. И было повреждение 4 остановочных павильонов, устранено 2, остается на контроле 2. Всего к ликвидации последствий в краевой столице было привлечено более 300 человек и более 100 единиц техники. И ликвидация продолжается. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Треть новорожденных детей в год являются недоношенными. Такую статистику озвучивают в Алтайском перинатальном центре. Вес некоторых может быть даже меньше 1 килограмма. Чтобы малыш смог выжить, ему необходима помощь врачей и бесстрашие мамы. Последних сегодня поддерживают женщины, прошедшие через такой опыт. Семьи, врачи, специальные фонды. Как делать это правильно и чего бояться не стоит? Об этом расскажем в следующем сюжете. Старшая дочь Анастасии родилась после спокойных 9 месяцев с весом меньше 2 килограммов. Младшая решила появиться на свет на 36 неделе. Ее вес к тому времени составлял 1,830 граммов. Девушка, дважды державшая на руках крошечных дочерей, знает, что испытывает мать в этот момент. Это шокирует, в первую очередь. В первую очередь это страх, что будет с детьми, как им помочь, как сделать так, чтобы дети выросли здоровыми, чтобы не было никаких патологий, чтобы не было задержек в развитии детей. Но нужно вовремя просто, наверное, собраться с мыслями, собраться духом и начать реабилитироваться, чтобы дети до года получили все то, что им необходимо. По статистике перинатального центра, треть новорожденных ежегодно рождаются недоношенными. Для таких малышей очень важны первые месяцы, когда мамы и врачи объединяют усилия. Младшей дочери Анастасии даже пришлось полежать в реанимации. Сейчас малышка абсолютно здорова. Благодаря всем нашим технологиям современным, выхаживание таких детей идет более, скажем, если это можно назвать качественно, получают уже более современную помощь эти дети. Поэтому процент инвалидизации у этих детей, в принципе, он снижается. При этом большое значение для здоровья малыша имеет спокойствие мамы, говорят в центре. Когда она получает информацию, что такое рождение ребенка не будет нести какой-то угрозы, что она сможет с первых же моментов видеть своего малыша, прикасаться к нему, разговаривать с ним, смотреть и получать информацию от врача, какое у него состояние, конечно, мама чувствует себя намного легче. К выписке мамы умеют кормить и пеленать кроху, проводить гигиенические процедуры. Даже если ребенок оказывается в отделении патологии, мама ложится вместе с ним и там обучается под руководством персонала. Вырастившие недоношенных малышей сегодня активно поддерживают тех, кто только начинает этот путь. В Краевой центр регулярно приходит Наталья Розенгрин, координатор фонда «Право на чудо». Когда ее сын родился недоношенным, в России не было профильных организаций. И весь этот путь она проходила в одиночку. Я помню очень показательный момент, когда в садике у нас воспитатель, я каждый раз, когда приводила его, я все время почему-то повторяла, что вы если что мне извините, я его сразу заберу, он же мне недоношенный. И как-то был какой-то такой месяц, когда ребятишки все болели, было всего в группе пять детей. Она говорит, ну посмотрите, пятеро детей, один из них ваш. Может уже хватит ходить и говорить что. Вот тогда мне на самом деле стало легче. Сын Натальи стал разговаривать раньше других. Пошел уже в год и два месяца. Женщина делится своей историей, поддерживая других. И вяжет вещи для особенных деток. А в этот раз провела мастер-класс по плетению детского пледа. Такие занятия в перинатальном центре проходят часто. А еще сегодня дети сами нарядили елочку к Новому году. Символически, чуть раньше положенного срока. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. С сегодняшнего дня начал работать телефон прямой линии губернатора Алтайского края. Жители региона могут задать любой интересующий их вопрос Виктору Томенко. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала у вас есть одна минута, чтобы назвать свою фамилию, имя и отчество, место жительства и озвучить сам вопрос. Номер телефона 8 800 775 21 52. Советуем поторопиться. Прямая линия назначена на 23 ноября, уже в этот четверг. Мы решили узнать у жителей края, какой бы вопрос они задали и что их волнует. Что бы вы хотели задать Виктору Петровичу на прямой линии? Я бы у него спросила, о чем мечтает наш губернатор. Я бы хотела, чтобы туристические зоны стали более доступны для обычных семей с детьми. По утрам очень тяжело уехать на работу или на учебу и также вечером тяжело возвращаться домой. Тяжело именно потому, что мало автобусов ходит и плотно там с пассажирами? Да, все верно. Развитие спорта, молодежь, молодежью никто не занимается, потом разводят руками. Не предложат в Павловске реанимировать масло-сыр завод, построить еще какой-то завод. У нас были римзавод, масло-сыр завод, римтехпредприятия. Сейчас этого ничего нет. Поскольку спорт является нормой жизни, чтобы как можно больше было бесплатных занятий для наших детей спортом, независимо вообще, не привязываясь к никакому виду спорта. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас набережная была более модернизирована, чтобы было больше парковых зон для наших жителей. Я хочу бы, чтобы и наш парк, где у нас находится наша школа, тоже парк Ленина, как его называют, тоже преобразился, стал достопримечательностью для нашего народа, города Барнаулы. Возьмем цену на сахар. У нас сахарный завод свой есть. А почему такие цены на сахар? Без понятия. Вы знаете, по автобусам я бы так сказал. Да, для пенсионеров надо большие автобусы, где льгота есть. Вот с этим я согласен. А так, вроде, доволен всем. Вся Россия в одном месте. В Москве открылась международная выставка «Форум Россия», где на индивидуальных стендах представили уникальные достижения всех российских регионов. Какую программу на форуме подготовил Сибирский федеральный округ и каким предстал гостям Алтайский край, об этом расскажет Валентина Аскерова. Томская область, Новосибирская, Красноярский край и, конечно же, Алтай. Необъятные просторы, тайга и горы. Культуры, соседствующие на одной территории, придающие Сибири неповторимость. Каждый из 89 субъектов нашей страны презентует себя на международной выставке «Форуме Россия». Гости знакомятся с историей регионов, их традициями, дегустируют местную продукцию, участвуют в мастер-классах народных умельцев. Экспозиция открылась в середине ноября и будет работать целых полгода. В течение этого времени не обязательно отправляться в конкретный регион. Достаточно приехать на ВДНХ в Москве. Здесь можно окунуться в специфику любого понравившегося региона. На днях на форуме презентовали Алтайский край. Организаторы площадки подготовили насыщенную программу с участием губернатора Виктора Томенко, молодежного ансамбля песни и танцы Алтай, ремесленников и творческих коллективов. «Мы, представляя свою экспозицию Алтайского края, хотели рассказать, я думаю, что, как и все регионы Российской Федерации, хотели рассказать немножко о своей истории, о своих традициях, о самобытности своей, а где-то даже и об уникальности. Ведь на самом деле, конечно, это наш Алтайский край, но это достояние всей нашей страны. И мы хотели, чтобы как можно большее количество посетителей, гостей наших, друзей, которые в это время окажутся в Москве или здесь живут и работают, чтобы они обязательно прикоснулись, посетили и где-то порадовались, где-то вдохновились». На стенде Алтайского края представляют туристический потенциал региона, достижения в сельском хозяйстве, промышленности, переработке. А инвестиционная привлекательность территории растет с каждым годом, в том числе благодаря уникальной природе на нашей земле. Посетить выставку можно абсолютно бесплатно, но все же на отдельные стенды требуется предварительная регистрация. Валентина Аскерова, День с толком. В Барнауле завершился седьмой окружной форум «Движение первых. Будущее за нами, тебе решать». Его участниками стали две сотни лидеров первичных отделений школ Первомайского, Павловского, Калманского районов, а также из Новоалтайской и Крайовой столицы. За один день интенсива активисты движения развили умения в самых разных областях. Мы с уверенностью можем теперь сказать, что движение первых, команда молодая, яркая, удивительная. Я их очень люблю и им благодарна за труд. Проехала весь Алтайский край. Была и взаимодействовала с каждым муниципалитетом и с каждым горечным отделением. Юные лидеры прослушали тематические лекции, поучаствовали в тренингах и мастер-классах по нескольким направлениям. Они касались навыков ведения соцсетей или принципов построения команды. Активисты движения обменялись идеями создания своих проектов, опытом участия в уже действующих программах и расширили круг единомышленников. Помимо этого, каждый участник мог задать вопрос известным спикерам форума. Например, поговорили о том, можно ли говорить о мечте вслух. Мечту очень важно сформулировать. Правильно сформулировать, правильно ее, наверное, как-то визуализировать себе. И тогда уже можно будет идти к ее достижению. Барнаульский окружной форум стал заключительным. До этого подобные форумы прошли еще в шести районах. Всего в семи форумах приняли участие более 700 ребят со всего Алтайского края. 180 стран и десятки тысяч участников. В феврале 2024 года в Краснодарском крае начнется Всемирный фестиваль молодежи. Подготовка к такому масштабному событию уже активно идет, в том числе в Барнауле. Сейчас в каждом регионе отбирают лучших на должность волонтеров фестиваля. Сколько представителей Алтайского края смогут поехать работать на всемирные мероприятия? И какой отбор они пройдут для этого, расскажем в следующем сюжете. В России началась активная подготовка к крупнейшему молодежному событию года. С февраля 2024 года в Краснодарском крае стартует Всемирный фестиваль молодежи, в котором примут участие представители 180 стран. Это больше 20 тысяч участников. Сейчас подготовка к событию перешла на практический уровень. В России отбирают волонтеров, их потребуется 5 тысяч. Формирование будущего штата добровольцев идет почти в каждом городе страны, в том числе и в Барнауле. В категории 4 основных есть категории общего профиля. Центр подготовки волонтеров «Наш» занимается именно отбором категории общего профиля. То есть это те волонтеры, которые не требуют специальной подготовки, то есть каких-то специальных навыков. То есть таким волонтером, по сути, может стать любой человек, кто просто желает. Но также есть специальные категории. Это волонтеры безопасности. Те, которые будут помогать обеспечивать службу безопасности, они проходят отдельный отбор. Есть волонтеры-медики. Ими занимается федеральный штаб волонтеров медиков, отбирает их. И есть у нас волонтеры АТАШЕ. И хотя в Барнауле отбирают волонтеров широкого профиля, но качества и навыки у них должны быть на высоте. Дружелюбность, коммуникабельность, ответственность. Сейчас добровольцы из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области, подавшие заявки, проходят собеседование. Я провожу диалог с кандидатом, выявляю его опыт, причем не только волонтерский, но и в целом жизненный, чем он может быть полезен, как он ведет себя, допустим, в стрессовых ситуациях. Различные вопросы задаю, которые могут помочь правильно рекомендовать его на нужный функционал. Знание английского языка и волонтерский опыт на крупных мероприятиях увеличат шансы волонтера попасть в команду. А вот желание отдохнуть на фестивале снизит до нуля. Работать придется много. Волонтер – это тот человек, который помогает организаторам создать крутое масштабное событие. Это лицо мероприятия, потому что именно с волонтером впервые контактирует участник. И волонтер отвечает за настроение на фестивале или на мероприятии, ведь именно они создают атмосферу праздника, гостеприимства и отвечают за комфорт участников и гостей фестиваля. Именно тех, кто прошел отбор, будут известны к концу года. Тогда они станут командой и начнут обучение. От Новосибирской области отберут 90 волонтеров. От Республики Алтай – 5, а от Алтайского края – 20. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...